У нас сегодня заседание нашего президиума посвящено новым производственным технологиям. Тема для нас не новая сама по себе. Частично я ее затрагивал во время выступления на Иннопроме в Екатеринбурге в июле, но и на целом ряде других совещаний в последнее время мы этого касались. Речь идет о целом комплексе технологических и организационных методов, которые меняют традиционные представления о производстве. Они связаны с повсеместным внедрением IT-решений на протяжении всего цикла, от моделирования до утилизации изделия. Это и развитие современных систем автоматизации и робототехника, и распространение так называемых аддитивных технологий, которые позволяют, используя цифровую модель, печатать трехмерные объекты, как отдельные компоненты, так и целые изделия. Под влиянием таких технологий производство, естественно, становится более гибким, отвечающим потребностям заказчика. Проявляются возможности выпускать и уникальные изделия, и малые серии изделий. При этом существенным образом снижаются и затраты, в том числе на труд, на расходные материалы, на энергию, на логистику. Сегодня во всем мире этому направлению уделяется повышенное внимание. Лидерами рынка являются Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Китай. Они активно реализуют программы по поддержке таких технологий. Причем эти программы очень значимы по своим объемам, по суммам, которые на эти цели направляются. Но мы тоже этим направлением занимаемся. Здесь есть и определенный научный задел, прежде всего в математическом моделировании, в создании новых материалов. Но если обратиться к производству, к реальному сектору, то картина далеко не такая радужная. Например, объем российского рынка промышленных роботов в 2012 году составил меньше процента от мирового. По многим решениям мы, конечно, очень сильно зависим от импортных решений, от импортных технологий. Но и тем самым наш технологический суверенитет, конечно, не достигает того уровня, который должен быть. Важно, конечно, не просто догонять конкурентов. Надо пытаться создать новую отрасль. Определенные успехи у отдельных компаний есть. Ну, достаточно упомянуть то, чем занимается Росатом. Корпорация в партнерстве с российскими IT-компаниями создала вполне конкурентоспособные информационные продукты для сопровождения жизненного цикла сложных изделий. Также разработан ряд технологий в области аддитивного производства и нанесения высокопрочных покрытий. Есть и другие примеры, но они, к сожалению, скорее единичные. Сегодня мы обсудим некоторые решения, которые позволят этому направлению развиваться активней. Но, в частности, что предлагается? Прежде всего, сформировать новую модель внедрения перспективных производственных технологий. Как показывает мировая практика, наиболее эффективны здесь консорциумы и организаций из разных секторов. Они, как правило, создаются под конкретные проекты. В их составе могут быть представлены как производители, так и потребители технологических решений. В том числе крупные компании с госучастием, инжиниринговые компании, малые и средние предприятия. Ведущие вузы и научные организации. По возможности следует привлечь к участию и иностранных партнеров, которые обладают необходимой экспертизой. Учитывая межотраслевой характер обсуждаемой темы, необходим единый координационный механизм, который может получить статус национальной технологической инициативы в области производственных технологий. Далее, что еще требуется? Требуется концентрация финансовых и организационных ресурсов, как со стороны федеральных органов исполнительной власти, так, конечно, и со стороны науки и бизнеса. В этом контексте предлагается включить новые производственные технологии в перечень приоритетных направлений развития науки, технологии и техники и перечень так называемых критических технологий. Естественно, и институтам развития на это нужно будет обратить особое внимание, я имею в виду в рамках тех финансов, которые у них есть. Если потребуются и какие-то новые инструменты или дополнительное финансирование, то, конечно, мы все это оценим, ждем предложений на сей счет, хотя мы все понимаем, что нынешний бюджет у нас, к сожалению, особых возможностей для этого не содержит. Тем не менее, все равно эту тему будем оценивать. Еще одна важная тема – это учет новых производственных технологий в образовательных программах. Поэтому я поручаю Министерству образования и науки вместе с Минпромторгом и на Минкомсвязи сформулировать предложения по развитию системы сквозного обучения в области основ интеллектуальных технологий, информационных технологий, компьютерного моделирования, робототехники, аддитивных технологий. В общем, по всем этим направлениям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...